Ожирение. Спусковой крючок для многих тяжелых заболеваний. Особенно опасно, когда от лишнего веса страдают дети. Им угрожает сахарный диабет и астма, проблемы с сердцем и суставами. Парадокс. Ребенок еще растет, а его организм уже стремительно изнашивается. Уже к подростковому возрасту могут появляться первые осложнения такого состояния, как ожирение. Это может быть артериальная гипертензия, сначала может быть нарушение толерантности к глюкозе. А в дальнейшем формируется сахарный диабет второго типа. Чем раньше появляется ожирение, тем раньше появляются и осложнения. Пища – важный строительный материал для тканей, клеток и органов ребенка. С ней поступают все необходимые вещества. Но что происходит, когда их слишком много? Организм начинает откладывать прозапас на черный день. Так возникают жировые накопления. Когда ребенок приходит к эндокринологу, мы исключаем возможную эндокринную проблему данного заболевания. Но чаще всего мы выявляем проблемы эндокринного плана, которые появились в результате ожирения. Ирина Махрова – детский эндокринолог. Работает в детской краевой клинической больнице. Стаж – 18 лет. Врач не только лечит эндокринные заболевания, но и обучает детей и родителей здоровому пищевому поведению. Ирина Махрова уверена – это снижает риски развития ожирения. Особенно если в семье есть такие родственники, у которых есть сахарный диабет второго типа, сахарный диабет второго типа как раз таки и проявляется на фоне факторов внешней среды. Как раз это ожирение плюс прогрессирующее ожирение, которое не лечится. То есть это в дальнейшем переходит все в развитие диабета второго типа уже. Почему мы так легко набираем вес и так трудно от него избавляемся? По крайней мере, большинство из нас. Есть теория, что во всем виноват экономный генотип. Во время голода или каких-то потрясений сохраняет организм и способствует его выживанию. Поэтому людей, склонных к ожирению, их больше, чем тех, у которых ожирение в принципе быть не может. Пухлый малыш для многих синоним здорового. Если аппетит плохой, нужно заставить его есть хорошо. Избыток калорий приводит к набору веса. Особенно, если в рационе ребенка много сладостей, выпечки и жирной пищи. Чем больше ест малыш, тем здоровее будет. Это заблуждение. Переедание может привести к ожирению сердечно-сосудистым заболеваниям и сахарному диабету. Ребенок должен съесть все, что лежит на тарелке. Это не так. Организм способен сам контролировать нужное количество еды. Сладости, лучшее поощрение за хорошее поведение, опасный миф. Так родители сами формируют вредные пищевые привычки у ребенка. В основном ожирение манифестирует, когда дети уходят из садика, идут в школу. Режим меняется, больше они уходят на домашнее питание. И начинает формироваться избыток веса. Кроме того, появляются свои деньги, они могут уже сами себе купить. Еда различная, доступна. Они могут набирать вес. Во многих семьях с культом еды родители сами переедают. И ребенок просто усваивает пищевые традиции. Это поздний ужин. Это все развлечения, которые строятся в основном на каких-то алиментарных удовольствиях. Когда, если какой-то праздник, обязательно либо застолье, либо пикник. И у детей складывается такая традиция, что как можно себя развлечь? Только разве что поесть. Как понять, что ребенку угрожает ожирение? Родителям бывает сложно это сделать. Поможет педиатр, который заметит отклонение от нормального веса и даст полезные рекомендации. Факторы риска развития ожирения у детей. Наследственная предрасположенность, недостаточный сон, частое употребление сладких напитков, неправильное питание и переедание, малоподвижный образ жизни, заболевание эндокринной системы, курение матери во время беременности. Любой стресс, который произошел, мы похрумстели, вроде стало легче. И отсюда пищевая привычка тоже формируется. Татьяна Черняева, медицинский психолог. Работает в детской краевой клинической больнице. Стаж 29 лет. Проводит занятия с детьми по психологии поведения. Помогает избавиться от пищевой зависимости. Очень важно рассказать ребенку и в первую очередь взрослому, что надо есть по голоду. Мы привыкли есть по аппетиту. Идем мимо, чем-то вкусно пахнет. Мы говорим, ой, наверное, я бы съел булочку с чайком. Идем дальше, ой, с шашлычком. Если нам с вами позвонят из соседней станицы и скажут, приезжай в гости, поговорим. Мы скажем, а, что там ехать? А если нам позвонят, скажут, а там шашлычок. Мы скажем, да и ехать не так уж и далеко. Диета – это не про меня. Анна Бондарцова – профессиональный фотограф. Мама двоих детей – пятилетнего Тимофея и трехлетней Виталины. С проблемой лишнего веса знакома хорошо. Во время первой беременности сильно поправилась. После рождения сына решила привести себя в форму. Правильные перекусы у меня были – это орехи, сухофрукты, фрукты. И со временем я поняла, что это вкусно и так можно жить. И это правильный подход, по мнению психолога Татьяны Черняевой. Ошибочно садиться на строгую диету. Еще бесполезнее – ограничивать рацион жесткими правилами. Особенно, если речь идет о ребенке. Давайте попробуем маленькому ребенку, Лялечке, сказать, что ты не будешь есть после шести. Он нам будет кричать всю ночь. То есть наша задача – объяснить детям, что нам не нужна диета. И не назвать это действие диетой. А сказать, что мы заходим на правильное питание. Правильное питание помогло Анне похудеть на 18 килограммов. Теперь ее цель – сделать так, чтобы дети никогда не столкнулись с проблемой лишнего веса. Пока муж на работе, она часто выбирается с малышами на пикник. В меню только полезные продукты. Сейчас лето. Они очень любят фрукты, овощи. Там арбузы пошли. То есть для них это вот «мам, я хочу арбуз». Их можно как-то уговорить. А есть ли вот это, вот это. И они соглашаются чаще всего. Огурец, помидор, орехи, фрукты, овощи, компот. Они были дедушки с бабушкой на выходных, ели сладости. Вот, они приходят, мам, мы хотим конфет. Я говорю, конфет нет, есть. Да, я тебе сказал, дай мне. То есть вот, да, есть такое. И поэтому я считаю, что это не очень хорошо. Вот, что прям появляется у них зависимость. И это обычная история. Легче всего успокоить капризного ребенка сладостями, уверены многие родители. Ребенок заплакал, первое что, есть соску, ротовая полость занята. И у нас эта привычка формируется. Ребенок маленький упал, начал плакать. Мама, что делает? На конфетку. Тебе станет легче. Нас приучают к этим стереотипам, к этим вещам. И получается нарушение пищевого поведения. У меня уже дырки. У меня уже дырки. Тимофей говорит о дырках в зубах. Он регулярно посещает стоматолога. И каждый раз врач находит новые очаги кариеса. Мальчик подумывает совсем отказаться от сладкого. Что бы не получилось, как в сказке с волком. Сказка сладкая с волком. И он любит много сладкого. И что с ним случилось? И у него выпадали зубы. Очень важно, чтобы дома на столе не стояло это. То есть, конечно, когда родители это едят, дети видят, и им это хочется, то сложно им объяснить, что это нельзя, или это невкусно, или это вредно. Но ты же ешь. Поэтому они смотрят, что едим мы. Например, у меня муж даже не пьет газировку. Я могу 350 раз рассказывать своему ребенку, что дорогу надо переходить на зеленый сигнал светофора. Подходим к дороге, я хватаю ребенка за руки и побежала. Что будет делать ребенок? Он будет делать то, что делаю я. Поэтому, если я хочу что-то изменить в жизни своего ребенка, и хочу его научить счастью, я должна стать счастливой сама. Многие родители уверены, лишний вес исчезнет, как только ребенок вырастет. Так бывает, но не всегда. Около 70% детей с ожирением будут страдать от него во взрослом возрасте. Врачи рекомендуют привести вес в норму до начала полового созревания ребенка. У девочек обычно с половым созреванием ожирение прогрессирует. А у мальчиков, если это был избыток веса или что-то около первой степени ожирения, это может пройти на фоне действия тестостерона. Они годам 14-16 настолько становятся осознанными, что они хотят выглядеть стройными, подтянутыми и соответствовать тем идеалам, которые рекламирует масс-медиа, что они легко мотивируются на достижение результата. А вот по младшей детке те тяжелее. Ну как же такая вкусняшка стоит, как я откажусь? Поэтому с подростками легко и просто работать, хотя тоже колючек много выставляют, но в этом плане замотивировать легче, чем более младших детей. Как помочь ребенку снизить вес? Уберите из рациона жирные и сладкие продукты, избыток сахара и соли. Создавайте полезные привычки. Например, вместо конфет предложите ребенку сухофрукты. Научите детей получать удовольствие от пищи, а не проглатывать ее на бегу. Вкус у одной виноградинки такой же, как у всей грозди. Ты можешь съесть тот продукт, который все ругают, тот же фастфуд, но это будет один гамбургер без ведра картошки, крылышков. И ты получишь удовольствие, ты будешь вместе со всеми, если тебе трудно отказать. Но вкус у одного бургера так же, как у десяти. Но это будет разовое нарушение. И все равно мы говорим ребенку о том, мы с ним проводим беседы, что да, это может быть вкусно, это может быть для тебя привлекательно, но это может быть очень редко. В основном есть два основных кита лечения ожирения. Это диета и физическая нагрузка в совокупности. На данный момент это как и было, так и остается в настоящее время весьма актуальным. Как изменить правила пищевого поведения? Кормите ребенка соответственно возрасту. Избегайте добавления в пищу приправ, стимулирующих аппетит. Сократите употребление сахара, сладостей, фастфуда и газированных напитков. Старайтесь принимать пищу вместе с детьми за столом, а не у телевизора. Показывайте пример правильного питания. Ешьте больше овощей и фруктов. Никогда не поощряйте едой и не наказывайте ее лишением. Это может привести к привычке заедать неприятности или наказывать себя строгими диетами. Очень важно, чтобы семья тоже хотела придерживаться такого питания. Потому что когда все в семье едят по-другому, один ребенок ест такую малокалорийную пищу, то, конечно, он себя немножко некомфортно чувствует в таком обществе. Важно в лечении ожирения, в ведении таких детей, чтобы просто вся семья откликнулась на вот эту проблему, которая возникла у их ребенка. Помните, от ожирения нет лекарства. Мы можем только контролировать массу тела и делать это лучше до того, как появится лишний вес. Тут нет однозначной одной таблетки счастья, которую можно выпить, и все сразу придет в норму. То есть здесь обязательно желание пациента. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...